Продолжение следует... После этого следует загрузка Silverlight приложения Timic. Центральная часть окна занята полотном небесного цвета, на котором мы будем рисовать нашу балку. Концептуально сложная балка понимается, состоящая из отдельных участков элементарных балочек. Соединенных между собой узлами. Чтобы добавить на полотно элементарную балочку, необходимо нажать кнопку Add Beam. Ее можно перемещать по экрану, предварительно кликнув левой кнопкой мыши. И удерживая эту кнопку нажатой. Добавим еще один стерженек. Их присоединение осуществляется автоматически в тот момент, когда концевые участки находятся рядом друг с другом. Этот момент фиксируется появлением синего контура. Два участка соединяются между собой автоматически с образованием узла. Передвинуть вот эту сложную конструкцию простым перетаскиванием мыши уже невозможно. Для этого, однако, есть кнопка Select All. Выделить все. В этом случае мы на экране видим синюю рамку. И справа квадратик сиреневого цвета. Нажав на который левой кнопкой мыши. И удерживая ее, можно перемещать всю конструкцию в целом. Повторное нажатие кнопки Select All освобождает нас от рамки. Добавить узлы в свободные сечения нашей сложной балки можно кнопками Add Note A и Add Note B. В данном случае активна кнопка лишь Add Note A. Это означает, что на экране имеется выделенная элементарная балка желтенького цвета, золотистого. И свободное сечение у нее характеризуется точкой A. Поэтому возможно лишь добавление узла в точке A. Добавляем узел. Аналогичная ситуация с балочкой справа. Для нее имеется единственная возможность добавить узел в точке B. Опоры, как известно, располагаются в узлах. Поэтому выделить узел можно левой кнопкой мыши, нажатием простым. И далее нажать предпочтительный вид опоры. В данном случае это шарнирно-подвижная опора. Кликнув по узлу, мы делаем активным узел. И для него тогда возможно добавление опоры. В данном случае это жесткое закрепление. Силы и моменты могут быть приложены в узлах также. Опять же, переведя узел в активное состояние, кликнув по нему левой кнопкой мыши, поля для сосредоточенных сил и моментов становятся доступными для редактирования. Поменяв знак силы, мы меняем ее направление. Для того, чтобы рассчитать эту конструкцию, достаточно нажать кнопку старт. Мы видим, что активной стала закладка биндинг YZ, изгиб плоскости YZ. И далее в окне результатов представлены и пюры так называемых внутренних силовых факторов. Это поперечная сила, изгибающий момент, угол изгиба и прогиб. Обратите внимание, на каждой из представленных и пюр указаны точки 0, 1, 2 и так далее. Это точки, для которых программа рассчитывает значения ординат. И эти значения сгруппированы по точкам в таблице. Например, для поперечной силы мы наблюдаем следующее значение поперечных сил. В нулевой точке, например, 312,5 наших единиц. Что касается единиц, то выбор их произволен. Например, если мы под силами поднимаем ньютоны, то очевидно и поперечная сила должна быть представлена в ньютонах. Конечно, это будет верным лишь в том случае, если длина нашей балки измеряется в метрах. То есть, для того, чтобы использовать те или иные единицы, нужно выбрать некую систему единиц. Усложним схему. Когда мы кликаем по стержню, он переходит в состояние активного элемента, меняет цвет и становится доступным поля для осевомомента инерции и распределенной нагрузки. Введем некоторые значения. Введем некоторые значения и вновь отправим на учисление. Наблюдаем опюры, анализируем результаты. Напомним, для того, чтобы передвинуть всю конструкцию, необходимо нажать кнопку Select All. Двигая в сиреневый квадратик, конструкция перемещается по экрану. Если так случилось, что добавляя стержень некоторой большой длины, ваша конструкция выходит за рамки полотна, то само полотно можно увеличить в размере. Делается это поворотом колеса мыши при нажатой клавише Alt на клавиатуре. Вновь нажимаем кнопку Select All и перетаскиваем нашу конструкцию в центральную часть для удобного восприятия. Добавим для примера закрепление, сосредоточенный момент и вновь рассчитаем конструкцию. Анализируем реперы, делаем выводы. Спасибо.